Привет, с вами Каска. Показываю один раз, как сделать андервольтинг твоей видеокарты. Так как в последнее время ко мне поступает очень, очень, очень много запросов на эту тему. Точнее ребята пишут не андервольтинг, потому что если они задают такой вопрос, очевидно, что не знают, что это такое. А пишут просто. Началась проблема, вольтаж прыгает туда-сюда. То 1.050, то 1.068, то 1.020 и так далее. Следующему наоборот, нужно залочить частоту его графического ядра. В самой игре оно может прыгать, быть 19.20, 19.40. Собственно, с частотой и меняется напряжение. А из-за всех вышеперечисленных, так сказать, проблемах, у нас страдает не только наша видеокарта от повышенной температуры, но и стабильность частоты кадров. В этом случае нам поможет, конечно же, андервольтинг. Я скажу более, абсолютно все видеокарты желательно андервольтить. Минусов никаких нет, только положительные бонусы. Да, во время тестов у вас может крашнуться игра или синий экран. Но ничего страшного, перезагрузили ПК и дальше тестим. Каска. А почему тогда с завода производители не ставят оптимальное напряжение? Ну, во-первых, это нужно отдельно каждый чип тестировать. Чем, собственно, они, конечно же, не будут заниматься. Во-вторых, есть чипы бракованные. Такие попадаются очень редко, около 5%. Которые не смогут потянуть напряжение ниже заводского. И из-за этого приходится страдать всем остальным видеокартам. Производителю проще поставить завода Voltage 1.050 и не парить себе мозги. А вот уже сами пользователи должны найти для себя оптимальное напряжение. Окей, с теорией мы закончили. Погнали к практической части. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте. С твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Для начала, как вариант, нам нужно скачать MSI Afterburner. Для этого открываем браузер и пишите MSI Afterburner в поисковой строке. Сайт нас интересует MSI.com. Нажимаем Download Afterburner. После загрузки MSI мы его открываем и делаем установку. Нажимаем Да, Окей, Далее, ставим галочку на Я принимаю условия, Далее. Обязательно убеждаемся, чтобы галочка стояла на Riva Tuner, Далее, Далее и Установить. Рекомендую галочку здесь не ставить, так как в пуске можно будет добавить MSI вот сюда, либо сюда, куда вам будет удобнее. Допустим, вы играете в игру, для того, чтобы не искать ее на рабочем столе или еще где-то, просто нажал и запустил. Нажимаем Установить. Теперь нам предлагается сделать установку Riva Tuner. Подтверждаем, Далее, ставим галочку, Далее, Далее и Установить. Установка у нас завершилась. Галочку оставляем на Запустить MSI Afterburner и нажимаем Готово. Кстати, если что, все ссылочки, нажимаем Нет, пока не надо, потом можно будет обновить. Если что, все ссылочки будут в описании на официальный сайт MSI Afterburner, но там не всегда идет загрузка, то есть не всегда получается скачать MSI Afterburner. С чем это связано, я не знаю, возможно VPN поможет, но на всякий случай архивчик я закину там на Мегу или еще куда-то. То есть ссылочка тоже будет в описании. Здесь мы нажимаем Настройки, переходим на Интерфейс. По желанию выбираете любой, который вам нравится, но я привык к версии второй. Теперь нажимаем Settings, Monitoring, ставим галочку на Температура ГП, Загрузка ГП, Частота Ядра, Температура ЦП, Загрузка ЦП и Частота ЦП. В самом низу находим Частота кадров. Здесь мы ставим галочку и Показывать в ОЭД. Применить и ОК. Для того, чтобы нам был виден вольтаж нашей видеокарты, снова же настройках, на вкладке Основные. Ставим галочку на Разблокировать мониторинг напряжения. Ну и так же самое и Управление напряжением. Нажимаем Применить и Да. Снова заходим в Настройки, Мониторинг. Сам внизу находим напряжение ГП. Ставим галочку, ставим галочку, Применить и ОК. С мониторингом нашей системы мы закончили по сути. Там уже по желанию можешь поставить оперативку, чтобы было видно, другие ядра и так далее. Но нам самое главное в игре увидеть это Температура, напряжение нашей видеокарты и частота нашего графического ядра. Далее, нам нужно зайти в любую игру. Желательно та игра, которая нагрузит вашу видеокарту на 90 плюс процентов. Лучше всего конечно по сотку, но тут уже как повезет. В моем случае это будет Resident Evil 4. Заходим в игру. Кстати, даже в самой менюшке у нас уже загрузка под сотку. Для начала мы зайдем в RivaTuner. Можно сделать чутка больше, чтобы было видно. Ну и я немножко опускаю вниз обычно. Таким образом. Мы видим, что у нас GPU 1 72 градуса. Это ее температура. Далее нагрузка идет. Частота. И вольтаж. Сейчас она работает на очень большом вольтаже на самом-то деле. И это конечно же очень-очень плохо. Если она справляется на другом вольтаже, который в разы ниже заводского, то смысл ее нагружать, смысл ее мучить. Открываем MSI. Частота ядра может быть по-разному. Допустим, у меня вообще по дефолту чаще всего 19.40 с чем-то. Вот это у меня дефолт даже по-моему 19.60. Но я как делаю? Сейчас все объясню. Мы открываем MSI. Нажимаем Ctrl F. Английскую F, если что. И у нас открывается редактор кривой частот напряжений. Здесь мы делаем следующее. Чтобы все это упростить и сделать очень быстро, есть один, так сказать, шаблончик, который подходит для всех видеокарт RTX серии. 2060, 2070, 2080, 3060, 3080 и так далее. Точнее как. На 95% видеокарт RTX серии. Это будет работать прям без проблем. И скорее всего вольтаж ниже. Она сможет так же само взять без проблем. В моем случае я сейчас тестирую уже месяц на 0.900. В будущем тоже можете так поставить, при желании, конечно же. Температура где-то с 950 на 900 у меня понизилась на 3-4 градуса. Не очень значительно уже, но тем не менее. В общем, для RTX серии мы находим напряжение 0.950. Нажимаем на этот квадратик. Зажимаем Shift и опускаем вниз. Вниз можете опускать куда вам удобнее. Далее берем точку и несем ее, допустим, до 1920. Помните, я говорил раньше, что у меня частота 19.40, 19.60. Так вот, на несколько процентов можете понизить частоту по ядру. В моем случае это 19.20. Почему так? Допустим, на 0.900 и 19.20 частота работает отлично. Четкая, ровная частота по ядру. Она не прыгает туда-сюда. Если мы на 0.900 поставим 19.60, она уже может прыгать. Но чаще всего произойдет следующее. У вас будет что-то среднее между 19.20 и 19.60. Где-то 19.35-19.40. А при следующем запуске она может поставить 19.45. А потом может поставить 19.20. В зависимости от игры и ее нагрузки. Поэтому в моем случае 19.20 это прям как идеальный вариант. Нашли. Постали точку на, допустим, 19.20 с напряжением 950. Нажимаем Apply. Как вы можете наблюдать, у нас применился вольтаж и наша частота. Температура уже начала падать. Иногда, кстати, не срабатывает. Может быть такой. Вы нажали Apply. И вместо вашей частоты, допустим, 19.20 выбрали. Она может немножко понизиться. До 19.10-19.15. Ничего страшного. Еще раз. Поднимаем ползунок. И нажимаем Apply. Во второй раз она уже применится как надо. Далее. Что нам нужно сделать? Допустим, мы нашли. Все поставили. Все пушка. Да, температура падает. Все красиво. Можете так и оставлять. И уже идти играть спокойненько. Но если есть желание понизить еще немножко вольтаж. Заходим в игру и играем, допустим, минут 30. Если все хорошо, если нет синего экрана, то можем понижать вольтаж. Либо наоборот повысить частоту по ядру. Я лично больше приверженец того, что мне нужна более мелкая температура моей видеокарты. Типа уже 68 градусов. И мне кажется, это очень даже неплохо. Как вы помните, напряжение с 1.50. Ну, это, конечно, печально, громко и очень страшно. Далее. Допустим, мы будем понижать. Нажимаем Reset. Так же само находим точку 900. Зажимаем Shift. Опускаемся слегка вниз. Поднимаем вверх на 19.20. Стрелочки можно еще будет отрегулировать. То есть более подробнее. Нажимаем Apply. Ну и вуаля. 0.900. Температура падает. Лавэха мутится. При таком вольтаже, я сколько видеокарт тестировал, тоже многие работают, по сути, без особых проблем. Где-то были проблемки, где начала частота немножко прыгать, то вверх, то вниз. Но, тем не менее, на многих карточках такое тоже будет работать. Вот, сейчас у нас температура вообще 65. И это, на самом деле, отличнейшая температура для моей видеокарты. Она двухкулерная и уже не так сильно шумит, естественно. И можно спокойненько играть, не боясь за ее перегрев. Если у вас видеокарты серии GTX, все делаем, по сути, то же самое. Только вольтаж ставим сначала 0.975. Допустим, у меня была 2 года назад 1080Ti. На вольтаже 950 она работала идеально. Но я сначала тестировал на 975, где-то месяц. Потом слегка понизил на 950. Ниже ставить я уже не стал рисковать. Скорее всего, она бы работала тоже без проблем. Но, тем не менее, на всякий случай я так и оставил. Не стал уже там тестировать эти синие экраны смерти, не хотел проверять. Мне хватало с головой, температура понизилась прилично. Потому что она на то время грелась, по-моему, где-то 82 градуса. Очень горячая была. И после андервольтинга я получил 73-74 градуса. Не сильно сбавили, но уже хотя бы играбельная температура. То, что касается видеокарт AMD. У вас будет вместо десяток точек, по-моему, 7 или 9 штук. Сама суть такая же самая. Здесь напряжение ищем, здесь частота. Опускаете другие точки. Можете вручную опускать точечки. Вам это проще. На NVIDIA это сделать, конечно, неудобно. Но вы можете вручную поопускать точки вниз. И ту точку, которая вам нужна, берете, поднимаете на определенную частоту. И нажимаете Apply. Какой там вольтаж. Я, честно, не тестировал. Но, предполагаю. И как я слышал, и как я видел по другим роликам у чуваков с AMD. Плюс-минус та же самая суть. После этого, допустим, мы все это сделали. Сейчас я сброшу. Выберу нашу точку. Поставим 920. Apply. Теперь, чтобы каждый раз не делать настройку эту бестолковую. Есть вариант. Нажимаем Save. И выбираем любой из профилей. У меня раньше было 3 профиля. Сейчас я перешел чисто на 1. Ну, типа он рабочий, работает везде и идеально справляется. К тому же, я не знаю точно, но буквально сегодня, когда сел делать ролик, обратил внимание на одну фишку. Допустим, у нас профиль 1. Вот мы нажимаем Apply. Применили его. Я закрываю MSI. И, по-моему, он у нас здесь закрыт. И когда я перезагружаю ПК, наш вольтаж так и остается. Но не факт. Но сегодня, когда я запустил MSI, вот, допустим, сейчас мы тоже запустим его. Нажимаем Ctrl F. И у нас сразу, да, вольтаж и так далее. Скорее всего, так оно и работает. Но не буду утверждать точно. Мало ли, оно включается резко так. Хотя по кулерам я не слышал, чтобы видеокарта стала громче работать. Тем не менее, как факт, вы просто можете один раз задать профиль, нажать Apply, закрыть MSI и забыть об этом MSI далеко и надолго. Получается как-то так. Если ролик был полезен, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Ну и, конечно же, можете написать ваш опыт андервольтинга в комментариях. Напишите вашу модель видеокарты, частота, с которой она работает и ее вольтаж. Желательно минимальный, которого вы смогли достичь. Может быть, у кого-то из вас получилось сделать 0.850 и так далее на каких-то видюшках стареньких. Как говорится, до скорых встреч.